и привет друзья мы находимся всего лишь часе езды от сиднея в голубых горах и у нас сегодня выпал снег случается такое не часто примерно раз или два в год и сегодня мне не сказано повезло и об этом наш следующий репортаж у нас очередное видео с комментариями за кадром для того чтобы вам не было совсем скучно вот не в кадр попались кролики надеюсь теперь понятно почему зайцы меняет свой окрас серого на белый но это не зайцы это кролики в принципе хорошо иначе я бы их просто не заметил видео будет интересным с историческими фактами с некоторыми документальными кадрами так что устраивайтесь удобнее лично я налил себе чашечку горячего чая для того чтобы не замерзнуть но давайте все по порядку в общем о снегопаде я узнала заранее проснулся в 5 утра для того чтобы с рассветом оказаться здесь вот видите уже дорога была перекрыта это местечко находится недалеко от города литго у точнее уже за литго и дорогу перекрыли между городами литку и басрус из-за того что были сильные заносы и дорога заледенела случается у нас такой не часто раз или два в год иногда вообще снега не выпадает но согласно статистике самый сильный снегопад в этих местах был именно в прошлом году и навалил аж до 20 сантиметров снега в голубых горах но это за голубыми горами чуть подальше и здесь снегопада случается уже почаще вот собственно я вылез из машины для того чтобы поснимать между прочим очень так интересно наблюдать из из машины когда ты сидишь тепле но стоило мне выйти такой холодный пронизывающий ветер влажность в общем был такой большой дубак и колотун бедные коровы мычали потому что не могли найти себе корм потому что все было под снегом вот видите был очень сильный ветер что даже камера на штативе дрожит а это я решил поснимать как звучит сам снег когда по нему идешь для некоторых может это показаться слишком наивным мол зачем я сюда приехал в австралию снег показывать многие ведь именно из-за этого в австралии переезжать чтобы не видеть этой холодной зимы но ребят я уверяю вас что когда вы проживете несколько лет в австралии на снегу будет смотреть тоже как на солнечные пляжи вот представьте что вот вы где-то живете скажем и среди зимы в 100 километрах от вас будет какой-то океанское теплое побережье шезлонгами с попугайчиками там с кенгуру поехали бы воды конечно все бросили поехали вот собственно также я поехал на снег вот видите стоял как у нас называется traffic controller и мне показывал то есть мол на дороге особо не гони я вообще думал ну шо ж перекрыли дорогу потому что австралийцы совершенно не умеет ездить по зиме я тоже зиме поездил несколько лет у меня есть опыт чем не бояться но не тут то было проехал я буквально 10-15 километров и понял что дальше мне лучше не ездить почему потому что машина меня заднеприводная автобус тяжелый весит 2 тонны двигатель мощный 260 лошадиных сил и легкая буквально нажатие на газ уже уносит машину в бок даже с учетом того что ехал практически 20-30 км в час максимум но дорога была заледеневший не только снег но и лед был и был очень сильно боковой ветер так что мы автобус буквально сносила с дороги было очень много полицейских но полицейские стояли для того чтобы кого-то ловить а просто смотреть за порядком и в случае аварии или какого-то инцидента просто прийти на помощь вот в общем я встал и решил так вот в округе осмотреться что здесь чего вот очень сильный был ветер кстати в этих местах снег выпадает ну не совсем часто но бывает вот если в голубых горах снег случается скажем раз или два раза в год иногда у не бывает здесь снег принципе ну практически обычные явления за зиму но не в таких масштабах но снег смысле идет как снег то есть не покрывают полностью землю но вместо дождя идут снежинки вот так вот можно сказать средней температуры зимой здесь в июле августе ночью доходит до минус 6 минус 8 градусов а именно это городок лидгу и orange кстати orange один из немногих город городков где снег выпадает несколько раз за зиму еще есть подобие городка называется это пола рад или современки кстати можете погуглить там раньше добывали золото там тоже частенько выпадает снег но самый снежный город у нас это городок кума потому что он находится около снежных гор сейчас у нас будет немножко истории когда я поеду обратно домой и что вам не скучать вот чё приготовил значит очень сильный был снегопад в городе оберон туда куда мы едем за грибами находится он 140 километрах от седнея не случился снегопад 19 августа 96 года о чем собственно повисует газета 11 июля 98 года был очень сильный снегопад уже в городе лидгу который находится ближе к седнею и 2 сентября 70 года очень много снега навалило в катумбе но как я говорил ранее самый сильный снегопад был там в прошлом году вот видите опять полиция стоит ноги спрашивает а бывает ли снегопад в самом седне нет ребят не бывает единственная история когда говорили что был снег это был 1836 год но на самом деле был не снега была сильный град а это уже у нас конбера в камбере тоже иногда бывает снег и случился это 13 октября 87 года но самые сильные повреждения снега было в куме 6 октября ты 966 года и случилось потому что снег выпал уже практически весной 6 октября очень много скота погибло замерзла а сейчас мы находимся около городка лидгова где снег бывает но уже не так часто кстати пока я ехал в ту сторону сейчас возвращался обратно здесь никого снега не было вот видите сколько намело буквально за каких-то час-полтора остановился я здесь почему оклад кладбище ну потому что остальные машины здесь тоже останавливались и детвора буквально высыпал из машин и давай играть снежки лепить снежные бабы тем более с могил на гробе это очень хорошо очищается и снеговики получается без травы вот ведь играть снежки ребятишки прятались за могилами в это как в пейнтболе в общем веселье было полным-полно но снег надо сказать очень сильный вот и вообще как нас обещали вся неделя будет такая снежная а сейчас немного истории а это у нас конбера и сильнейший снегопад который случился в 1968 году даже попал это видео архивы видите народ даже катался на лыжах вот так вот в камбере бывает них но не так часто но самое большое количество снега у нас в австралии ребят это в наших снежных горах которые недалеко от кумы там находится самый высший точка австралии маут кайз костюшка лекажушка кому как находится на высоте двух километрах и там находится наша знаменитые снежные деревни вот видите там около шести знаменитых таких снежных поселков в самих поселках снег иногда бывает иногда нет но в горах снег есть всегда с мая по по начало сентября вот так вот такая у нас ребят жарко и солнечная австралия но не беда всего каких-то полтора-два часа езды до океана и вы сможете одеть футболку шорты и даже искупаться если вы не боитесь воды в 16 или 17 градусов между прочим вчера у нас было градуса 22 был довольно таки жарко надеюсь это видео вам понравилось оставляйте свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и до следующих видео удачи а и и и Субтитры создавал DimaTorzok